Диана Климова Еще одна команда высшей хоккейной лиги объявила о пропуске сезона. Но если прежде это были зарубежные клубы, то теперь дело коснулось и российских коллективов. Дубль Нижегородского торпеда в чемпионате 2020-2021 не сыграет. Решение принято в связи со сложной финансовой ситуацией в клубе. Ранее о пропуске сезона объявили три казахстанские команды ВХЛ и ХУМО из Узбекистана. Тюменский ансамбль «Формейшн Вера» приступил к отработке новой постановки в латиноамериканской программе. Называется это действо «Предвкушение». Музыка в стиле фанк. Это очень близкая нашим родителям, их поколению музыка. Нам она тоже очень нравится. Ну и по сути дела это постановка о любви, о жизни, о созидании. Из-за коронавирусной паузы подготовка к сезону получается максимально укороченная. 17 августа было объявлено, что чемпионат России состоится с 3 по 6 сентября в Москве. Да, то есть это надо доделывать новую постановку, плюс это костюмы, это все подготовка, обклейка там у девочек, да, платьев. Конечно, да, хочется, чтобы это все спокойнее прошло, но будем пробовать, успевать. У нас другого выбора нет. Чемпион сложил с себя полномочия. Тюменский мини-футбольный клуб на домашней площадке уступил московскому КПРФ в решающем полуфинальном матче в серии пенальти. Эта победа вывела коммунистов в финал. Первый тайм завершился боевой ничей. На мячи Инара Осадова и Рауля Гомеса черно-белые ответили голами Андрея Батырева и Ивана Лапкова. Во втором тайме тюменцы забили дважды усилиями Александра Упалева и Батырева 4-2, но в ответ на это московский клуб в формате 5 на 4 организовал две результативные атаки. Оба раза на завершающий удар гости выводили Арсера Багирова. В дополнительное время соперникам забить не удалось. В итоге все решилось в серии после матчевых пенальти. И здесь фортуна оказалась на стороне КПРФ. В бронзовой серии тюменцам предстоит сыграть с неудачником другой полуфинальной пары. «Газпром Югра» Синара. Здравствуйте! В эфире новости спорта, подготовленная агентством «Тюменская арена». Чемпион сложил в себя полномочия. Мини-футбольный клуб «Тюмень» на домашней площадке уступил московскому КПРФ в решающем полуфинальном матче в серии пенальти. Эта победа вывела коммунистов в финал. До экватора встречи табло высвечивало 2-0. На 12-й минуте Янар Асадов подхватил мяч на своей половине. Вышел на ударную позицию и пробил в нижний угол ворот Сергея Логинова. Ответный мяч за спину Альберта Цайдер закатил Андрей Батриев. Подопечные Бесико-Заидзе еще раз вышли вперед усилиями Рауля Гомеса. С Антошкиным команда другая в плане все-таки доминирования в атакующих действиях в основном. И она поувереннее с лидером себя чувствует. Но что слабее, вот такое слово я бы не применил бы никак. Это звено, которое усиливает. Сибирьки сравняли счет до перерыва. Иван Лобков нанес прицельный удар после классной передачи Сергея Абрамовича. Во втором тайме черно-белые забили дважды усилиями Александра Упалева и Андрея Батриева. Но в ответ на это московский клуб в формате 5 на 4 организовал две результативные атаки. Оба раза на завершающие удары гости выводили Арсера Багирова. В дополнительное время соперникам забить не удалось. В итоге все свершилось в серии после матчевых пенальти. И здесь фортуна оказалась на стороне КПРФ. В фенальти, еще раз говорю, это не лотерея, это мастерство и психология. Доверили, это наше тренерское решение. Мы ему доверили, Данилу, и он, к сожалению, не забил. Мы его подбодрили сейчас всей командой, сказали, ничего, жизнь продолжается, ничего страшного, надо расти, все понимать правильно. Я думаю, болельщики его поддержат, и команда наша поддержит, и мы будем дальше идти. В бронзовой серии тюменцам предстоит сыграть с неудачником другой полуфинальной парой «Газпром-Югра» Синара. Тюменский ансамбль «Формейшн Вера» приступил к обработке новой постановки в латиноамериканской программе. Настроение в ней задает обволакивающий баритон Барри Уайта в песне «The Icon is Love». Называется это действие, которому предстоит покорить сердца зрителей и судей, предвкушение. Разучивать его спортсменам приходится фактически в ежедневном режиме. Мы взяли за основу музыкальный материал, который существовал в 70-х годах и стал основой для всего, что связано с диском, музыкой. Сегодняшние многие стили и направления, они также обращают свое внимание к фанку, музыка в стиле фанк. Это очень близкая нашим родителям, их поколению музыка. Нам она тоже очень нравится, ну и по сути дела это постановка о любви, о жизни, о созидании. Из-за коронавирусной паузы подготовка к сезону получается максимально укороченной. 17 августа было объявлено, что чемпионат России все же состоится. Пройдет он с 3 по 6 сентября в Москве. Да, то есть это надо доделывать новую постановку, плюс это костюмы, это все подготовка, обклейка там у девочек, да, платьев. Конечно, да, хочется, чтобы это все спокойнее прошло, но будем пробовать, успевать, у нас другого выбора нет. В честь Тюменской области в полуфинале национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkS Россия в юниорской компетенции физическая культура, спорт и фитнес отстаивала 14-летняя София Горбунова. Учащаяся гимназии номер 21 хочет стать врачом, поэтому важность активной жизни она точно осознает. Во-первых, все меня заинтересовал здоровый образ жизни, потому что в будущем я планирую связать свою жизнь с медициной, а анализ данных человека – это одно из составляющих этой профессии. Ну и к тому же я довольно спортивный человек. На карантине она готовилась, ей скидывали материал, она его прочитывала, заучивала. То есть, ну скажем так, естественно, база была, а все остальное она уже добила сама. В практической части полуфинала WorldSkS, который из-за пандемии прошел в дистанционном формате, Тюменко предложила двум волонтерам индивидуальную лекцию о важности здорового образа жизни. Углубилась в детали правильного питания, подсчета калорий, важности многочасового сна и рассказала о пользе планшетов и фитнес-браслетов. А далее их ждала тренировка Софии, составленная исходя из их физических кондиций. На этом наш выпуск завершен, остальное на сайте asnta.ru. До свидания.